Солнышко, если ты хочешь пообщаться со мной ты всегда можешь найти меня на моём дискорд сервере. Я отвечу на все твои вопросы лично, а ссылочка в описании. Начнем смотреть, что... Короче, это очень интересный проект, очень! Только не бери её, брат! Сейчас будет сосать у меня Сарапкина. Мужчинка Санов, мы смотрим наши друга, моих друга. Спасибо, Фокси! И кнулась весь. Чмок тебя по ту самую, по оригинальную. Всем привет, меня зовут Гусейн Гасанов и это проект Подстава. Амина Гасанова я. В этот раз я хочу разыграть девушку. Я вам даю подсказку. Вы представляете, когда-нибудь Гусейн Гасанов позовет разыграть меня. И это будет интересно. Когда-нибудь Гусейн Гасанов скажет... Алло, Амина! И я дам привет. Ой, включи. Она очень красивая. Она очень красивая, очень красивая женщина. Оленька Рэп. Спасибо большое за мной. Спасибо большое за мной. Молли. Оля, прости. Такая классная эта жесть. Очень мне нравится. В общем, на кассике серебро. Так. И у нас есть возможность разыграть Олю. Оля будет вроде сниматься во втором или в третьем. На съемку, да? Объясняю суть-то. Вы, наверное, не ебете? Да, могу, Макс. Окей. Вы, наверное, суть не ебете. Короче, это подстава. Тут чел типа разыгрывает известных личностей. Все. Тут ничего сложного, но он разыгрывает очень круто. Он тратит очень много денег, времени. Вот. И вообще в целом, короче. Короче, на съемку, да. На следующую съемку она приедет. Спасибо. Поэтому у нас есть локация, это студия, это парковка. Есть куча сценариев с парковкой. Давай, что мы сделаем с парковкой? Я не очень люблю разыгрывать девочек, потому что мы не можем там прям сильно жестить, но мы придумали сценарий такой. Короче, парковка. Оля за рулем, как я понимаю. У нее есть машина. Оля не знает, что находится в этом здании. Я был в этом здании. И там есть рестораны. Давайте дадим такую легенду ей. Наверху свадьба. Невеста убегает от своего жениха. Невеста пусть будет в слезах. Парень будет злой. Короче, ее заставили выйти. Ее типа заставили, да, и она бежит. Короче, все идеально складывается. Вся суть пранка заключается в том, что сбежавшая невеста убегает от своего жениха. Мы проверим, как Оля себя поведет, если ее попросит на помощь девушка. Оля по-любому выходит из тачки, видит невесту, которая плачет. Она по-любому захочет ей помочь, но проверка будет не тут. Проверка будет, когда она увидит этого парня. Идеально. Как вы думаете? Оля, заступится или нет? Я думаю, она на съемке. Давайте голосовать. Мне кажется, что, типа, она заступится ебать, потому что она, вот, типа, как она себя позиционирует, в принципе, она сильная морально. Мне кажется, что, ну, физически вы видели, у нее там, она сосать путь, что она делает. Мне кажется, что она что-то жесткое выдаст здесь. Не знаю, мне очень интересно. Голосует за то, что Оля заступится. Два человека. Кто голосует, что она испугается? Шкила борца. Проиграли. Три против двух. Посмотрим. Ну, что, поехали? Отстала. Оля, теперь... Мне кажется, она что-то от них поднялась. Она пиздрой побьет. Привет, я вас. Играю жениха. Ну, я бы такого сама обостралась. Всем привет. Меня зовут Катя Карпут, и сегодня я невеста. Ля, какие! Привет, меня зовут Аслан, и сегодня я играю друга жениха. Ля, какой! Так вот, Оля паркуется. Когда она выходит из машины, выбегает невеста, которая просит Олю помочь. Ты в этот момент пробегаешь отсюда уже с криками. Я не хотела, они меня заставили. Просто вот так, понимаешь? О, о, что случилось? Что случилось? Подожди, спокойно, что случилось? К тому же в это время за ней бежит ее жених, который пытается ее вернуть. Давай, я все разограню! Слышь! Ебать, актива! Очень правдоподобно, чуваки. Дави на родителей, дави на то, что семья наверху. Потому что, ну, это будет правдоподобно. Нам было очень интересно, правда, поможет ли Оля девушке, которая пытается убежать. Вы все Серябкину знаете? Напишите. Ты такая, Ольга Серябкина, знаете? И серебро такая, которая... Да, звук от 2 новых есть. Вы знаете, Ольга Серябкина такой? Вы что, лошпеды, пацаны? Поговорив с друзьями Олей, мы поняли, что она очень ранимая девочка. Я не понимал, как она себя поведет. Так же, как и в любом пранке, но здесь... Первый раз, кстати, нам сказали, что девочка очень ранимая. Меня уволят. Пацаны, я отвечаю. Смотри, у нас так, ее никто не трогает. Не дай бог. Все, что происходит, это происходит он с невестой. В итоге потом приедет машина, и они будут пихать невестку в машину, в нашу машину. Вадик, Вадик, когда будешь выезжать, порезайся, порезайся. Покажите, что вы, блядь, ищите ее. Поехали. Я предлагаю, когда вторая машина подойдет, ты берешь ее силой. Берешь ее силой, толкаешь, ты кричишь, помогите, помогите. Когда ты ее кинешь на машину, сделай так, чтобы Молли не было рядом. Потому что, когда ты поднимешь, можно ногой зацепить Молли и так далее. Сколько раз Молли я заскал за сегодня. Когда уже порево будет? Покушай, покушай. Я вижу GoPro. Раз. GoPro здесь не хватает. Два. GoPro здесь есть. Три. Нужна камера. GoPro можно и сюда. Вроде все было рассчитано, все было круто. Но знаете, потом мы постояли, посмотрели, что машина стоит рядом, в которой должен сидеть оператор. Вот этот Ниссан здесь не нужен. Почему? Я бы этот Ниссан поставил напротив. Они сейчас писились уже Ниссан? У нас нет времени, закрывай машину. Мне надо, чтобы Настя кто-то не пускал машину сюда. Не пускать. 10 минут, умоляй, проси, но не пускай. Хорошо? Спасибо. Чтобы свет не горел в машине. Свет везде выключи. Второго дагестанца надо к нам. И ты можешь отсюда попакивать. Брат, опозорила. Что, семья скажет в раз. Только не бей ее, брат. Пусть Оля испугает, если она может ударить ее, типа, знаешь. Уже жарко. Вы даже не понимаете, что я испытываю в этот момент, когда остаются считанные минуты до пранка. Волнение. Никто не знает, как поведет себя наша героиня. Когда снимают фильм, все по сценарию. Это сложно. Но здесь, на самом деле, больше всего импровизация. Его не видно отсюда, ребят. Камеру поставил, и чтобы ни одного движения, понял? Ребят, играйте, ничего не бойтесь. До конца просто. У нас мало времени. Волнуешься? Есть ли? Нет? Правильно. Мы же профессионалы. Играть так, как в последний раз. Если хоть чуть-чуть она заподозрит. Все, *** нам. Лучше плачем. Посмотрим. Честно, мы не знаем, как она себя поведет. Я тоже не понимаю, как бы я себя поведет. Не знаю, как бы я себя поведет. Вроде девушке нужно помочь, но с другой стороны. Посмотрите на него. Как от него? Я бы посралась его в плане. Потому что какой-то некрасивый. Я вообще по факторам не сижу. Не сижу. Не подведи нас. А в целом, мне кажется, он дико прям что-то. Он вообще как-то выглядит так, знаете? Все. Все. Иди туда, быстрее. Заходим. Хоть бы она паркнулась правильно. У нее тачка классная, Ляма. Пусть выходит, пусть выходит. Помогите. Пусть выходит к ней. Ебать. Все круто, Юль, спасибо. Ебать она какая-то, я не знаю, это так странно, я не знаю даже, это так странно, пиздец, она как-то ее потрогать пытается, ну типа, я не знаю, это, ну блин, это, ну блин, ну это просто, я не знаю, как это выглядит. Многие герои-мужчины в наших пранках не поступали как настоящие мужчины, они где-то давали заднюю, но не тут что было. Ебать! Хуя, спасибо, Ванёк, я только сам его добавляю, сделаю, бро, бля, подожди, стой, братан, интересный пиздец, подожди. Потом, когда она поняла, что она не может справиться с женихом, она залезла в багажник. Честно, в этот момент мы все просто замерли. Когда она залезла в багажник, я даже не понимал, и никто в моей команде не понимал, что она оттуда достанет. Мы все были на готове, фу, и она достала вот это. Сценарий на этом не заканчивался, еще подъехала машина, из которой вышли ребята и должны были запихать невесту в машину. И я понимаю в этот момент, что нужно все заканчивать. Бля, это вообще жестко, привет, брат, можно, конечно, держи. Это пиздец, это вообще что-то дикое какое-то, что они делают? Оль, привет. Это, это проект постанова. Нет, она красава, чуваки, да в смысле постанова, нормально. Ты че, вы че ебетесь, здорово, Вова. Вы че ебетесь, да нормально. Оль. Ты серьезно? Ты с этой штукой? Еееееее. Это тебе, спасибо. Это было круто. Оль, это все для тебя. Мы несколько часов репетировали, ты представляешь? Это вообще классно. Класс. Вы сейчас реально ходите? Это все тебе. Спасибо тебе за то, что ты. Это колени, просто нахожусь. Ой, гусень сосадка в лук, в лук. В лук. Да? Да у нее куртка с биркой, потому что наверное на съемки приехала, логично. А я говорил, ее тебя трогать нельзя как бы, а ты их бить можешь. Спасибо, что я тебе... А ты понимаешь. Оль, спасибо. Ты реально классная. У меня сейчас сердце выпрыгнет, просто. Ну чуваки, а представьте, что бы вы сделали, попав в такую ситуацию? Мне кажется, вы бы хуй забили. Ну вот давайте будем честны, мне кажется, вы бы вообще забили. Я не знаю, что бы я сделала, я маленькая. ...ситуации, да, своему внутреннему чувству. И когда они начали ее пихать, я думаю, сейчас я что-нибудь напугаю, не знаю, что у меня в машине есть, у меня в машине есть. Я открываю багажник, вижу, у меня вот, ну, штука, которая чистит снег. Я достаю ее и начинаю этого чувака реально со всей силой, ну, типа, бить. Я вообще сравнился, когда метлу достали. Я бы, наверное, с ней... Я реально... Я открыл багажник. Я бы, не знаю, я бы, я бы умрла. Знаете? Ты что-нибудь в багажнике лежишь? А я реально в этот момент испугался. Блин, кто никогда не было, что никогда не было. Ты вообще очень страшный. Страшный чувак. Оля, большой молодец, потому что она открыла багажник, вы сами это все видели. Выключила эту штуку, чтобы дать этим пацанам по роже. Многие бы мужики убежали. Не, она не выглядит, как человек, который знал обо всем заранее. Она выглядит, как человек, который реально в ахуе. Вот, чисто так со стороны. Мне кажется, что это действительно... Ну, это не пацанова. Вот, я вам на туре отвечаю. Ну, это охуенный контент. То, что делают эти чуваки, это пиздец. Это очень круто. Это действительно круто. Хм... Хм... Ставь лайк, если заебали тупые девки. Подпишись, если заебали тупые девки. Ссука мить, если заебали тупые девки. Ставь лайк Если заебали тупые те